Новый 2020 год вступил в свои права. Отгремели салюты и пробки шампанского, улетели Снегурочка с Детом Морозом, а в Ригу прилетела эстафета добрых вестей. И я спешу поделиться новостями с моими подписчиками и слушателями. Появились плакаты на рекламных площадках, приглашающие на концерт Димаша. Димаш становится ближе для нас. Какой шикарный подарок артиста нам в наступившем 2020 году. С вами Рида Желтовская. Начинаем. Димаш, как всегда, обаятелен и в рабочем ритме. Так приятно видеть знакомое доброе лицо, хоть и надпись не совсем обычное. Главное, что Димаш будет давать свой сольный концерт в Риге. За меня с замиранием сердца ждем встречи. Зная, что будет, как всегда, великолепно. Но до встречи еще есть время. И я хочу познакомить вас с Ригой, с городом, где будут выступать Димаш 7 марта. Концерт будет проходить в Ледовом дворце арена Рига. Кто бывал в Риге, знает, что она прекрасна в любое время года. А кто еще не был, возможно, откроет для себя что-то интересное из этого небольшого экскурса. Тем более для тех фанатов Димаша, которые сопровождают его повсюду и приедут в Ригу, чтобы встретиться со своим принцем-кумиром Димашем. Рига зимой – это время ожидания, когда короткие дни и длинные ночи, мало света, почти не видно солнышка, мало энергии. Мы все в ожидании чудо Рождества Христова и прихода Нового года. Город преображается елками, разноцветными огоньками, зимними ярмарками. Как бы не было красиво зимой, но сердце ждет весны. День прибывает и чаще появляется солнце, небо становится голубым и появляется желание путешествовать. Город преображается, оживает природа, прилетают птицы, становится легко и радостно. Весна в Ригу всегда приходит неожиданно. Долго-долго погода куролесит, и вдруг в один прекрасный день все начинает цвести. Ласковое солнце, нежная мягкая зелень и, конечно же, запах ароматного кофе из многочисленных кафе, не только в Старой Риге. Город пробуждается, умывается синевой высокого неба и дарует нам радость бытия. Радует все вокруг. Сказочная голубизна неба, пробуждающаяся природа, чистота и ухоженность улиц, садов и парков. Солнце заходит поздно, даруя нам лишние часы активности удлиненного дня. Ну и как же без петуха? Ведь многие башни со шпилями увенчаны золотыми петухами, а этот, как символ Риги, только из камня и железа на продажу. Конец весны всегда приходится на ночь музеев. Желающих всегда больше, чем может вместить музей. Рига летом. Замечательное время года. Много света, много солнца, умеренно тепло, длинные световые дни и кажется, что так будет всегда. Много зелени и великолепных цветов. Можно даже совершить историческое путешествие на ретро-трамвае 1905 года. Самый трогательный и запоминающийся надолго праздник песни, собирающий всех жителей Риги на певческое поле. На сцене многотысячный хор певцов со всех уголков Латвии. Мановение палочки дирижера и звуки народных песен взлетают к небу, и кажется, что мир заполнен сказочным звучанием рая на земле. Лето богато на праздники. Макушкой лето называют праздник Лига, когда в самую короткую ночь жгут костры, пьют пиво, заедают тминным сыром. К концу лета еще один прекрасный праздник – День города. Он наполнен особой прелестью, когда можно увидеть работу людей редких профессий. Но как не тепло и красиво летом? Строго по календарю в Ригу приходит осень. И в это время года особенно трогательно, когда природа медленно угасает и готовится к приходу долгой зимы. А пока город украшен разноцветной листвой деревьев и кустов, что создает трогательное ощущение своего возраста, своей причастности к красоте природы. Рига в ожидании красивого праздника, даруем его нам прекрасным артистам мира – Димашем. Димаш приглашает вас на великолепный концерт. Вот его слова. Тур Арнау – это посвящение, и оно для вас. Проживите в моем мире несколько часов, и в своем шоу я раскроюсь для каждого. С вами была Рита Желтовская. Поделитесь своими ожиданиями или нетерпением встречи с Ригой и выступлением Димаша. Всего вам доброго и самых невероятных впечатлений. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok